16 июня подписано соглашение о совместном развитии конкуренции в Московской, Тверской и Тульской областях с Федеральной антимонопольной службой. Документ подписали губернатор Игорь Руденя, главы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, а также руководитель ФАС Максим Шаскольский. Документ стал первым примером взаимодействия нескольких субъектов России и Федеральной антимонопольной службы по приоритетным направлениям развития экономики и бизнеса. Соглашение позволит обеспечить расширение торгово-экономических связей между предприятиями и организациями, активизирует сотрудничество в сфере развития товарных рынков, системе поддержки малого и среднего бизнеса, наращивание инвестиционного и инновационного потенциала трех регионов. Кроме того, соглашение подразумевает создание единой базы по конкурентным процедурам в сфере земельно-имущественных отношений. Сегодня та задача, основная, которая поставлена президентом по импортозамещению и формированию технологического суверенитета России, очень важна. И очень важно, что сегодня Федеральная антимонопольная служба с пониманием относится к этому и оказывает нам большую поддержку. Очень важно, что Федеральная антимонопольная служба подходит к формированию тарифов таким образом, что учитывает специфику и особенности дохода населения именно в каждом регионе. Поэтому хотел бы поблагодарить вас за конструктивное сотрудничество и пожелать всем нам успехов. Добавлю, что в числе достижений работы Тверской делегации на Петербургском форуме стала встреча губернатора Игоря Руденя с заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем совета директоров АО «Корпорация Туризм РФ» Дмитрием Чернышенко. Итог встречи – подписание соглашения о намерениях между правительством Тверской области и корпорацией. На сегодняшний день туристическая сфера – один из приоритетов для экономики Верхневолжья, обладающего выдающимся рекреационным потенциалом. За последние шесть лет туристический поток в регион увеличен почти в два раза, а в текущем году планируется существенно увеличить показатели прошлого года – до 2 миллионов 600 тысяч человек. Соглашение предполагает совместную работу по продвижению турпродуктов на внутреннем и международном рынках, обеспечению доступности туристических услуг отдыха и оздоровления для жителей и гостей области. Мы будем следить за развитием событий, о работе и итогов форума. Смотрите в следующих выпусках новостей.